Привет всем! Вы на канале Беларе Лайф. В сегодняшнем видео я хочу с вами поговорить о том, чтобы такого вкусненького, но полезненького съесть на завтрак. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Если вы еще не подписаны на мой канал, то под этим видео жмите на красную кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Мое утро начинается с того, что я выпиваю пол-литра воды. Я уже так приучила свой организм. Если вдруг я решила выпить немного больше, то я чувствую безумную жажду. Так что мое утро начинается с большой чашки воды комнатной температуры. Девочки, я хочу заметить небольшую такую деталь. Возможно, некоторые из вас каждое утро также пьют воду, но это вода с лимоном и медом. Очень многие блогеры, которых смотрю я, рекомендуют пить этот напиток. Я также пила этот напиток, потому что он прекрасно очищает организм. Ну и вроде бы в нем все полезно. И лимон, витамин С, и мед, который просто кладезь всех витаминов. Так вот, в один прекрасный момент я решила измерить уровень сахара в крови. То есть после того, как я выпила воду с лимоном и медом, я измерила сахар в крови и была просто в шоке от того, что количество сахара в крови увеличилось в два раза от нормы. То есть это говорит о том, что как только вы выпиваете этот напиток утром натощак, у вас резкий скачок сахара в крови, который не приводит ни к чему хорошему. Так вот, девочки, я никому ничего не рекомендую. Просто высказываю свои наблюдения. Но я прекратила пить воду с медом натощак. Я предпочитаю чистую воду, и мне очень хорошо. Также еще хочу заметить, что очень многие мои знакомые, особенно это работающие мамочки, у них просто физически не хватает времени утром позавтракать. И их завтрак происходит по дороге на работу. В лучшем случае на работе. Обычно это по дороге на работу. А по дороге на работу это какая-нибудь булочка, может быть бутербродик и чашка кофе. Девчонки, не мне вам рассказывать, что в булочке, в которой 500 калорий нет никаких полезностей, и это не несет никакой энергии вашему организму с самого утра. Ну а кофе, это, к сожалению, жидкостью не назовешь. То есть кофе – это не вода. Так вот, когда у меня спокойное утро, и я не спешу на работу, то у меня расслабленный завтрак. Я на завтрак люблю кушать творог с фруктами. Я добавляю немного кленового сиропа. Это безумно вкусно. Я этим завтракаю уже, наверное, несколько лет подряд. Также, если вдруг у меня закончился творог или что-то как-то случилось, я могу позавтракать овсяной кашей. Я также люблю в овсяную кашу добавить или изюм, или ягоды, если на данный момент в холодильнике есть ягоды. Но, как я уже сказала, у работающих мамочек не хватает времени на позавтракать, потому что в моём случае нужно собрать двоих детей, одну завести в школу, другого завести в садик, и ещё успеть на поезд. У меня ограниченное количество времени, и, к сожалению, я не отношусь к тем людям, которые могут проснуться на полчаса раньше. Для меня утром важны каждые пять минут сна. И во сколько бы я ни ложилась, в девять часов вечера, в полдевятого, девочке я всё равно не просыпаюсь раньше будильника. То есть я не могу, например, лечь в восемь вечера, и при этом проснуться в пять утра. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, во сколько бы я ни легла, я просыпаюсь ровно, чётко по будильнику. Так вот, завтракать нужно. Мы все отлично понимаем, что завтрак – это первый приём пищи, это заряд энергии на целый день. И очень важно зарядить свой организм правильно. Не булкой, бутербродом, а полезной энергией. То есть чтобы организм с утра получил необходимые витамины, минералы, сложные углеводы и так далее. Как выкрутилась я? Я выкрутилась благодаря смузи. Смузи можно делать всевозможные, из чего угодно. Самое главное – иметь блендер, и вперёд на блендере можно взбивать всё, что угодно. Но я не люблю овощной смузи. Я утром люблю чего-нибудь такого вкусненького, сладенького, как ни крути. Вот. Поэтому я выкрутилась другим образом. В смузи я добавляю молоко. То есть мой смузи всегда на основе молока. Но если молока нет, то я пользуюсь водой. Ну или, в крайнем случае, кефиром. Но в Канаде кефир – это, можно сказать, роскошь. Он не в каждом магазине продаётся. Девчонки. Короче. Мой рецепт. Молоко. Обязательно в моём смузи присутствует банан. Потому что банан – это, наверное, один из самых крутых фруктов, которые не рекомендуется, кстати, которые не рекомендуется, кстати, есть вечером, но очень рекомендуется есть с утра, потому что он помогает очистить организм и также поднимает настроение. Поэтому в моём смузи всегда присутствует банан. Молоко – банан. Также в смузи я могу добавить зёрна льна или зёрна че. Правильно я сказала? Вы меня поняли. Я их заранее заливаю прохладной водой, то есть я их заливаю вечером прохладной водой. На утро они становятся такие флизкие. Я их кидаю в блендер. Блендер прекрасно взбивают. Девочки, подобный завтрак, он очень полезный и он держит меня примерно 3 часа. Мне кушать не хочется. Также я нашла для себя отличный выход из ситуации. Это очень, знаете, выход для ленивых. Я нашла для себя коктейли, которые называются Energy Diet. Это функциональное питание. В состав этих коктейлей входят все необходимые витамины и минералы. Там 23 витамина. Девчонки, что делаю я? Я наливаю молоко, добавляю банан и добавляю ложку коктейля. Если у меня несколько вкусов, то я добавляю пол ложки одного вкуса, пол ложки другого. Мой фаворит – это ваниль. Это реально очень вкусно. Это настолько вкусно, что мой малыш с удовольствием выпивает этот коктейль вместе со мной каждое утро. Поэтому я выпиваю этот коктейль. Для того, чтобы выпить коктейль, мне достаточно одной минуты. Я уже сытая и часа три мне кушать не хочется. Когда я приезжаю в офис, я уже пью кофе, желательно без сахара, с молоком или со сливками. В офисе я пью с молоком. Я выпиваю кофе с молоком. И уже где-то часам к половине одиннадцатого у меня первый перекус. А вот сейчас кратко о перекусах. Перекусы – это такая штука, во время которой можно схватить чего-нибудь ненужного. Например, какую-нибудь печенюшку или какую-нибудь конфетку. Я говорю о себе. Но так как я слежу за весом, у меня для этого есть куча всяких приложений. Я веду дневник калорий. То есть сколько калорий я потребляю в день. А это называется счётчик калорий. У меня счётчик воды. То есть сколько воды я выпила в день. Потому что если я не буду это считать, я просто забуду. А потом я ловлюсь на мысль, что я себя как-то неважно чувствую. Я смотрю на свой счётчик воды, я, оказывается, выпила всего лишь 800 мл, например. Что у меня ещё есть? У меня ещё есть счётчик веса. Но, девчонки, я не предлагаю вам заморачиваться. Забудьте это для больных. Не заморачивайтесь. Так вот, что я ем на перекусы? Если утром у меня был смузи, то на перекус я могу съесть какой-нибудь йогурт с хлопьями, с фруктами. А если мне хочется сладкого, девчонки, я нашла для себя выход. Я нашла реально вкусные сухофрукты. Первое – это сушёный манго. Боже, девочки, после сушёного манго не хочется никаких конфет, не хочется никаких тортиков. Я вам говорю, как заядлый сладкоежка, который, когда видит торт, слово «стоп» не понимает. Вот, я вам говорю, это круто работает. Так вот, на перекусы я беру себе сухофрукты. Я люблю манго, сушёный манго. Это обалденно. Я люблю сушёный ананас. Это тоже реально вкусно. Это по вкусу заменяет конфеты на раз, два, три. И я люблю, скажите, господи, сушёный виноград, изюм. Совсем плохо. Вот, но манго и ананас, а ещё есть сушёные яблоки, мне тоже нравятся, и сушёные бананы. Девчонки, если вы перейдёте на эти сухофрукты, потому что я, например, не люблю ни курагу, ни чернослив, ни что там ещё есть. Я не люблю эти сухофрукты. А вот эти, это реально вкусно, и это реально заставит вас забыть о сладостях в виде сахара или конфеток. Если вы привыкли пить чай или кофе с конфеткой, булочкой, но с чем-то сладеньким, девчонки, попробуйте эти сухофрукты. Это, вот я вам говорю, это работает, работает, работает. Ну вот и всё, мои дорогие. Это всё, что я вам хотела рассказать. Девчонки, я вам буду очень признательна. Если в комментариях под этим видео вы поделитесь своими завтраками, потому что каждый раз хочется найти что-то вкусненькое, что-то быстренькое, но очень полезное. Спасибо вам за то, что посмотрели моё видео. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока, девчонки.